Мы говорим о пиве, которое не ассоциируется с отдыхом, а ассоциируется с работой. Сварено на совесть, ГОСТ, короче, вот ожидается дикое говнище. Через затяг, на восьмерых, короче, вдавливаешь его и нормально. Первое вот прямо зашло как топор в легкие. Неплохой день, чтобы умереть. С Новым Годом! Аху! Вы хотели? Какой год такой, блядь, по страху линии? А мне нравится, я, возможно, в ней хочу сидеть. Давай нет, потому что я тебя вижу в отличие от себя. А сейчас, по мановению волшебной палочки... Это Антон, короче. Привет. Здравствуйте, друзья, канал Завалиедальник, Василий, Антон... Как это говно выключать? Вот. Все, короче, нахер. Вот. Надеюсь, вам так же весело, как и нам, потому что это первый новогодний выпуск, 5 число. Многие из вас вчера были у родителей, или позавчера были, или допились просто так, без всякой причины, и вам, наверное, хочется пива, но не того, о котором сегодня будем говорить мы. Потому что сегодня у нас на поездке крепкое пиво. Что ты... Как у тебя с крепким пивом-то? Ух, слушай, из представленного крепкого пива сегодня я пил только вот это вот очень давно в воспоминании позитивных ноль по этому поводу. И вот это вот 387 кажется, что я что-то пил, не знаю, вот крепкое или не крепкое, или у них, возможно, ни один вид. Ну, короче, вот это тоже вроде бы пробовал. Остальное для меня вообще темный лес, загадка, но подозреваю, что будет плохо. Ну, вообще, бывает разное крепкое пиво, давайте начнем с этого. Бывает не только вот то, что здесь стоит, бывает хорошее крепкое пиво. Бывает хорошее крепкое пиво. Почти весь там крафт под 7 градусов, бывает там имперские сталты, в общем, но мы об этом сегодня не говорим. Забыли о существовании нормального пива. Мы говорим о пиве, которое не ассоциируется с отдыхом, а ассоциируется с работой. Смотрите, вот для меня кто потребитель вот такого пива? Обычно это человек, который вышел из проходной завода, и ему надо быстро гасануть как бы вот последствия рабочего дня. Либо это человек, который вышел из дома, и в ожидании автобуса, который отвезет его на завод, нужно как бы вчерашнее сгладить. И я, кстати, просто видел много таких людей. Либо это человек, который очень хочет выйти из дома, но у него нет дома. Такая утренняя трапеза встречается у людей, бывает. В общем, это очень такой загадочный мир крепкого лагера. Давайте познакомимся с нашими сегодняшними конкурсантами. Все тут от 6,8 до 8,2. 8,2. Короче, это на самом деле умеренно крепкое пиво, потому что бывает пиво гораздо крепче, но вот именно в таком разводе оно, да, чувствуется там спиртяжечка обычно. Сразу скажу, никто пиво не доливает водку на завода. Все оно естественно в ображении. Почему не доливает? Потому что это просто тупо дороже выйдет. И разбавлять пиво спиртом дороже, чем, позвольте ему просто загрузить туда дрожжей, поматерить, и чтобы оно вот весь сахарок выбродило. Давайте пойдем. Самое дешевое, оказывается, крепкое пиво, это Балтика девятка. Родная. Родная. Вот ее я тоже пил намеренно. Злонамеренно. Злонамеренно. Тоже давненько, честно говоря. И я, честно, не помню. Вообще я помню, что я не стал продолжать знакомство, но само знакомство... Последний раз с тобой, именно, мы пили вишневую девятку год назад, чуть ли не ровно. И это было, как будто кто-то клубничным пивом наблевал, клубничным мылом. Клубничным мылом в клубничное пиво наблевал. Получилась вишневая девятка. Вишневая девятка. 39 рублей банка. Вот если у вас нет дома, это идеально, мне кажется. Дальше. Вот пивко в особая варка 387, оно называется. Оно самое некрепкое, самое лайтовое. По-моему, я его тоже когда-то пил. Кто варит? Это кто-то, по-моему, Хайникин, Тубр, кто-то Тубр. Кто-то, короче, из них. Инбеф, Эфес. Эфес. Ну, Эфес, да. Ну, они же, по-моему, и что-то из мною помянутого тоже делают. 43 рубля бутылка. Это, как бы, лайты такие относительно всего остального. Крышечка на винте, чтобы вот ты не заморачивался, вышел из магазина. Мне кажется, если ты такое пиво употребляешь, ты вышел из магазина, глазом, зубом открыл, тебе вообще похеру, как оно упаковано. Ты добудешь то, что внутри. Может быть, это мы заблуждаемся. Есть люди, которые действительно очень интеллигентные, разбираются в пиве и пьют такое пиво. Заранее просим у них прощения. Ну, честно говоря, блядь, я нихуя не верю в такую ситуацию. Ладно. Белый медведь. Дальше. 45 рублей за банку. Тут вот сварено на совесть. Гост. Короче, вот ожидается дикое говнище. Пожалуйста, когда начинают утверждать, что это все по старым советским рецептам. Не было в СССР крепкого пива. Вот такого не было. Это какая-то херата. Дальше. Крепкий хмель. Вот крепкий хмель, это, по-моему, трехсосинский. Бутылочка красивая. Мне нравится бутылочка. Да, трехсосинский. Их легко можно узнать. Вот этим бутылкам, у них еще дупы-обручка. И что-то мне они не очень нравились всегда. Да, обычный какой-то масс-маркет. Я вот дупы-обручка помню. Такой водянистенький, никакой пивот. Это уже 8 градусов. И, ну, то есть, это было 8 градусов. Стоит дупы у крепких хмель 52 рубля. Дальше два пива 55 рублей, но с очень разной судьбой. Охота крепкая. Ты посмотри, обрати внимание, что это типа листы стали. Это железо. Блок, тут все, 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 да. Мужики, мужики. Блок, 8,1 градусов. И в это время к нам ехал его отчим и надо забирать. А отчим не пьющий. И мы попросили его купить нам по бутылочке пива, ну, ради опохмелиться. Он заехал в магазин и спросил, а он не пьет вообще. То есть, совсем человек не пьет. Он спросил, какое пиво сейчас мужики больше всего берут. И вот он нам привезли две панки охоты крепкого. Это было не лучшее утро в моей жизни, которое стало еще хуже после того, как появилась охота крепкая. Дальше мотор. Вот это пиво тут, кстати, загадка. Загадка. Это делает МПК, Московская пивоваренная компания. Которая в последнее время иногда попадает. Да, в последнее время делают очень приличные иногда вещи, но вообще его хвалят обычно. Не знаю, как он нам придется, дегустация будет, конечно, слепой. Нет, я не пробовал. Ты пробовал? Тоже нет, 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 нет. Для меня это все неизведанная земля. Дальше. Сильная. Вот это мне нравится. Сильная. И мне очень нравится. Типа тут только сильный мужчина может почувствовать, любить это пиво. Типа мы вас предупреждаем, ребят. Это как вот эти вот, типа, только 2% людей на земле способны решить это пиво. Способны выпить это пиво. И последнее, самое дорогое пиво сегодня 69 рублей за банку Амстердам Навигатор. У тебя тоже нет самих паспортных? Как будто бы у меня кто-то из знакомых его когда-то покупал при мне, но ассоциаций, связанных с тем, что внутри, никаких. Дизайн, ну такой, типа, дизайн неплохой, кстати, на самом деле. Ой, у меня эта вот баночка, это прямо волны ностальгии. Я-то постарше, хоть так на витки не скажу. Ну скажешь, скажешь. Амстердам, только он назывался тогда, их несколько были. Навигатор, их три было, третий я не помню, а были Навигатор и Максиматор. Вот Максиматор это вечный спутник школьных дискотек и всяких там ночных клубов. Ты идешь в клуб, перед клубом, так как там пиво дорогое. Ты берешь такую вот двухлитровую канистру Максиматора. Максиматора. Максиматора, 12,5 градусов. Не в баран чихнул. И через затяг, на восьмерых, короче, вдавливаешь его и нормально, и все. Если превысить вот этот вот лимит на восьмерых, то вот как Антон говорит, не знает, что внутри. В общем, ты можешь узнать, что внутри, потому что это, оказывается, снаружи. Но вот Навигатор мы не трогали, это как бы детский лепет какой-то, 7 градусов, ну ладно. Короче, сейчас уходим, разливают все за нашими спинами по стаканам, мы возвращаемся, пробуем. У тебя же есть волшебная палочка. 5 января уже. О, что скажешь? Ух, ну уже, на самом деле, за кадром обсудили, но давайте переобсудим. По цвету очень интересно, что они все разные, кроме, наверное, тройки и шестерки, очень похожи. Очень интересно, что вот это за темная семерочка. Есть предположение, что оно будет какое-то самое сладкое. И, ну, в общем-то, все пока, что можно сказать, пока мы не нюхали по цвету. Вот пока давай по первому. Предположение нет. Только так, нам еще утро на 2, если что. Да, это час дня. А вот нам не надо, на 5 января, завтра, на 6. Но все-таки не хочется совсем терять 5 января. Так, номер один. По чуть-чуть, да? По чуть-чуть, да? Оно такое, это же терненькое, янтарный, красивый цвет, на самом деле, мне нравится. Пахнет, на самом деле, неплохо. Ну, я ожидал, что сейчас прямо спиртягой, давай, нет, ну, нет. Пахнет сладко, рамелью, сладкой, жжёной. А вот сейчас вот пошло, как я вот сейчас пошел типичный. Сейчас пошел, крепко, беженый, пивас. Ладно, давай, здоровья, с новым годом. С новым годом, с новым счастьем, я надеюсь. Ну, вот это крепкое пиво. Ой, ой, ой. Хотелось бы сказать, что в целом я люблю крепкое пиво, но то, о котором мы договорились не упоминать в этом выпуске, нормальное крепкое пиво. А вот это нет. Когда отпиваешь, то оно ничего. А потом вот это нагоняет вот этой сладкой херни. А потом еще какую-то вот эту спиртовая горечь. Короче, это невкусно вообще, абсолютно невкусно. Предрекаю, что сегодняшний рейтинг будет сложным. До сих пор вот это вот стоит присвист какой-то вот этого говна. А тут чипсики на закусе. Ну, поехали. Номер два посветлее. Ну, возможно, будет меньше как раз-таки вот этой вот сладости дурацкой. Зато он в башню сразу просто на тебе с развороту влетает. Возможно, стоит поклянчить лайки. И если там сколько-нибудь соберется, то мы сделали бы обзор, может, на клевые крепкие пивасы. Потому что я думаю, что мы с тобой соберем достаточно количество крепких клевых пивасов. Да, ставьте лайк, давайте сотка. Сотка мало. Нам хочется же. Давайте 200. 200 вообще ези должен собрать. Давай, давай 200 лайков. Хорошая крепка. Поехали. Вот он пахнет обычным лагером, чуть сладко. И чуть-чуть вот этот хмелек такой или... Спирток, по-моему. Спирток, возможно. Вот это вот съешь. Но тут нет сладости. Ну как, она есть. Она, причем, вот у этого сладость в конце тебя добивает. А здесь на глотке вот это есть прислость. А в основном вкус какой-то просто хлеб и водка. Хлеб и водка. Нет, это лучше первым. Хотя... На мой вкус тоже лучше. Сейчас пошел шампунь какой-то. Два говна сравнить. Ну вот, давай поставим пока вот так. Я думаю, да. Но... Возможно, лучше не будет. Понимаешь, в чем проблема этого рейтинга? Возможно, будет только хуже. Ну вот, нет, это тоже невкусно. Ну и, соответственно, никаких предположений по маркам сейчас невозможно. Я их просто не пил уже. Последний раз я пил лет 8 назад крепкое пиво. Ну ладно, его можно пить, в общем-то. Можно, да. Но вот если тебе совсем как бы нечего больше пить, то можно. Но мне не нравится, во-первых, мыльность какая-то. Во-вторых, горечь вот... Как будто ипа. Спиртяжная горечь. Нет, это не ипа. Это не хнылевая горечь, а горечь спирта. Но оно лучше, чем первое, определенно. Первое вообще было просто омерзительно. Это даже допил. Да. Все, давай до 3-ти. Номер 3. Номер 3, двойник номер 6 по цвету. Да, можно попробую вот так вот. Не знаю, видно будет или нет. Как это на бутылку? Но вот на свет прямо идентичный цвет. Возможно, это одна пивоварня. Хрен его знает. Цвет прямо очень похожий. Он пахнет хорошо. Мне нравится. Или я уже начал поедеть совсем. А вполне возможно. Потому что делать такое, работа-то... Вот я не чувствую, что пиртового вот этого тона, просто сладость какая-то, и даже фрукты какие-то. Не фрукты как будто бы мед, что ли. В общем, тут есть что-то, кроме спирта и просто сахара тупого. Стоит отметить, что ко мне еще не все запахи вернулись после коронавируса. Но зато он лучше чувствует спирт. Да, мне нравится. Кислая. Ну, вот тут есть послевкусие какое-то интересное даже. Кислое. Делаем прям сужу кислотой какой-то. Ну, это же хорошо, кислинка. Ну, судя, то я призов на это тебе кислое. На мой взгляд, пока лучше всего этого. Ну, точно лучше первого. Сто пудов. И лучше второго, на самом деле. Ну, ладно, не буду с тобой спорить. Возможно. Давай на правах меня, как владельца. Мне, на самом деле, вот то бы я, может быть, даже пил. Ну, как, не пил бы, а выпил. Я бы не пил бы. Я вот это тоже не буду допивать, с твоим позволением. Да, я из-за этой кислоты у него прям не чувствую вообще больше ничего. Все забивает. Четверочка. Не, не показалось таким кислым. Мне показалось, кстати, что там есть какие-то фруктовые тона солодовые. Что, возможно, хорошо для меня. А для тебя, возможно, нехорошо. Четверочка самый светлый. Самый вообще просто, как написано. Самый светлый кандидат. Ну, а вот это леденцами пахнет. Прям леденцовый запах. Просто леденцы. Барбариска какая-то, дюшеска, я не знаю. Дюшеска, да, не барбариска. Дюшес. Ну, и на вкус, в общем-то, похоже. Ну, да ну, тут вот прямо водка. Нет у тебя такого. У меня вот, что на запахе, то и во вкусе получилось. Да, но еще спирт. И плюс, да. Леденец и спирт. История из детства. Переходный возраст. Когда сразу вкусы леденцов и спирта во рту ощущаешь. Я не пил бы и допивать не хочу. Нет, я тоже не хочу дать. Но это лучше первого, мне кажется. Нет? А вот тут сейчас уже засомневался. Как будто бы у этого хотя бы там тело какое-то было. Ну, то есть оно плотное. У этого никакого тела нет. Нет, нет души, но было тела. У этого даже тела нет. Ну, да, да пусть будет в конце. Я тоже согласен, что оно просто никакое. Первое, просто видишь, мы еще не были готовы морально к тому, что нам предстоит. Поэтому оно показалось нам особо отвратительно. Но вообще это мерзкое. Понятно, и вот какая нужна. То опять же кислятина, это вот это все намерение. Кислятина есть, да. Как ты, блядь, дюше с кислятина, спирт, ну, короче, нахер. Вот я тебе скажу. Давай вторую половину. Такую, как бы спорную, возможно, вещь. Ну, по-моему, водочкой-то мухать приятней. Да. То ли, если у тебя закуска там есть, допустим. Ты взял, как бы, намахнул стопарь холодненькой, с селечкой какую-нибудь закусил. А вот это я не знаю. Ну, это совсем... Ну, снимать выпуск про водку было вкуснее, чем сейчас. Да, да. Чем то, что происходит сейчас. О, вот это просто пиво. Запах. Такое просто. Просто какой-нибудь там балтика-тройка какая-нибудь. Ничего лишнего, просто такой батин пивас. Да. Может, это вот, который 300... Который наш особый авар, 387. Относительно некрепкий. Хотя хер нафиг. А оно и на вкус какое-то такое непритязательное, ни к чему. Просто вот пивко-пивко. Вот, да. Если это прям 8 градусов, то это прикольно. Да, крепость не шарашит. Потому что убраться таким вообще запросто. Может быть, правда 387? Потому что, ну, вот не чувствуется крепости. Либо ее там меньше, чем в остальных, либо спрятали. Ну, сахар всем до хера. Сахар до хера. Сахар до хера прямо. Ну, опять же, она... Эта сладость, она не херачит, как вот в номере 1, например. Вот этот, пожалуйста, самый приятный. Я бы его куда-нибудь сначала бы, да. Я бы его тоже на первый раз поставил. Норму вообще. Сейчас это охота. Ну и супер. Когда люди вообще правы? Они не зря выбирают. А мы с тобой все это время вот эти вот все пивасы за 200-ки. Да, прачки ху**ки. Вот, надо просто. Пошел варек, взял охотцы крепкой. Тут же у варька его, ё*****. Тут же у варька ё***** сам. Все красиво, благородно, все довольны. Жена пришла, забрала через два месяца. Из тюрьмы. Пока не бросила. Номер 6. Номер 6, это брат по цвету номера 3, по-моему, да? Мне понравился номер 3, Антон, мне понравился. Мне понравился номер 3. Он категорически против номера 3. При том, что с двойкой и пятеркой я согласен, что ничем. Так, не пахнет что ли, ничем? Вообще ничем не пахнет. Чуть-чуть карамелька какая-то. Нет же запаха. Ну, маленько где-то там. Ну, совсем. Легкий-легкий карамелька. Я, в общем-то, многие запахи сейчас вот в таком формате воспринимаю. Как будто далеко где-то что-то кто-то. Они вот похожи. С третьей? Ну. Да. Только тут что, уксус какой-то. Как будто бы ищу человека. Ищу человека. Ищу человека. Ищу человека, чтобы занять у него денег. Ничего, пиво нормальное, но мерзковатое, послевкусие. Сусок какой-то есть. Вот что-то фон какой-то у него мерзковатый. Сюда вот ткнул бы, наверное. В целом, ничего же. Сюда, как думаешь? Да, согласен. О, подходим к семерочке. И вот мне очень интересно. Вот это вот красная точка. Это Юля маркером ткнула? Не Юля, а ребята. Ребята, Юля, ребята, маркером ткнули. А, да, я помню. Просто я все смотрел на это красное вкрапление в пиво и думал, что это за пиво с кровью. Это самое темное. Оно вот прямо по цвету, как какая-нибудь атомная прачечная. Ну, и какие-нибудь там такие крафтовые пивы. Трипы какие-нибудь дипы. Это я не дьявол вызываю. Ну, это так. И при этом она тоже ничем не пахнет. Нет, это посильнее пахнет, чем предыдущий с ним. Тем в нос его. Новая метода дегустационная. Это седьмой стакан крепкого пива. Семь стаканов крепкого пива. Вот, а теперь хлебом, да, пахнет. Если бы я еще ванну с ним принял. Если бы ты в нос налить, хлебушком пахнет. Хлебушком и какой-то типа пивом бархатное. Вот не сладкое. Я же дал, что оно прямо сахарище будет. Есть немножко леденец разбодяженный такой немножечко. Но нормально. Не сахарище. Да, оно невкусно. Какой-то вот, чувствуешь, после глотка тарой во рту отдает. Вот, да, то картон какой-то. Картон, да. При том, что оно из стекла, а оно из банок. Милли, да, не, другом, что есть. Если какой-то дефект варки, называется мокрый картон. При вкус мокрого картона, типа дефектная варка. Короче, да, вот какой-то тарой. Я, короче, его поставлю куда-то, вот сюда. Но она лучше, первое. Лучше, бед. Надо перепробовать первое, потому что мы явно к нему не справедливы. Потому что на неподготовленного читателя. На неподготовленного читателя эта литература производит странное впечатление. Первое вот прямо зашло, как топор в легкие. А остальные уже так подвыпили нормально. Зачем в чашке-то нюхаю? Слушай, все, нахерачился, Василий Васильевич. Правда, кстати, опьянение есть такое. Не скажешь, тяжелое, но... Хорошо не работать. Хорошо 5 января. Хорошо 1 января. Это пахнет, вот тоже леденцы. Леденцы, да. Леденцы из какого-то номера, то ли 5, то ли 6. Тоже, возможно, от одной пивоварной. А на вкус вроде ничего такого. На вкус ничего. Ну, они все очень похожи, на самом деле. Знаете, очень-очень похожи. Вот это все разделение. Первое, второе, пятое, десятое. Вот последние три номера, пожалуй, нет вообще. Там еще единичку перепробуют. Да, единичку перепробуем. А это более... Остальное, остальное, ну, плюс-минус. Вот так. Плюс-минус одно и то же. Все, давай единичку еще перепробуем. Так, ну давай, восстановим справедливость к единичке. Слушай, жаль, что ты мне на работу. Мне она хочет выточить деталь какую-то. Или... И Аньку из бухгалтерии за жопку. Вот да. Вот дело. Не хипстер издевайся. Нет, это говно. Говно. Мы не будем это допивать. А, перепробуем три первых места. Троечка. Давай, пятое. Пятый. Или из горла. Да давай уже, ладно. Ой, что-то это поддало в голову-то сильно. Как-то не предсказуемо сильно, потому что, посмотрите, кстати, мы отпили там. Отпили по чуть-чуточке. По чуть-чуточке. А в основном еще это все в раковине. Потому что мы не допиваем. А как бы в голове это уже как бы шумбурум. Ну то, что я сказал шумбурум уже подтверждает то, что... Я... Ты подкинул. Последний на земле хранитель. Шумбурум. Шумбурум. Ну это просто сладкое, по-прежнему. Крепковатое, сладковатое пиво. По-прежнему неплохо. Ну сейчас уху остается. Ну как неплохой. Ну в этом топе неплохой. Неплохой день, чтобы умереть. Тройка. Тройка. Я против тройки. А я за. Был. Сейчас узнаем. Может это... Может мне показалось. Ну, слушайте, мне кажется, вот оно теплеет, и оно все становится... Раскрывается букетом. Раскрывается букетом. Ну да, вот сейчас пир там несет вообще нечеловечески. Нет. Нет. Я ужасное пиво. Я его перехвалил сильно. Я бы его, в общем, срапывается слом. Ну, сюда вот. Рядом к брату по цвету. Да. Все, двойку, и потом выставляем банки. Потому что уже... Или я сам все банки выставлю. Да, уже тяжеловато. Тоже такой... Ну пусть останется. В итоге на первые два места мы выбрали крепкие пивасы, которые... Не похожи на крепкие пивасы. Не похожи на крепкие пивасы. А остальные крепкие пивасы отличают что? То, что они шарашат сладостью и шарашат спиртярой. Плюс вот эти два шарашат. Сахар-то, и он уже еще способствует того, что он в печень быстрее, а у кого впитывается. Поэтому, да. Ну, короче, все. Все, давайте расставлять. Потому что, ну, это страшная вещь. Ну, водка лучше. Водка лучше. Ну, ни одной из этих бы я не купил второй раз. Вот, сознательно и вот, чтобы имея другие варианты. Да. О! Ну, давайте начнем с конца. Последнее. Балтика-девятка. Я передумал. Я не куплю Балтику-девятку, может, это совсем трэш и... Просто ужас. Это ужас, это ужас. Балтика-девятка ужасная. Но, на самом деле, они, их можно поменять местами. Потому что самая красивая бутылочка. Что у нас оказывается? Говно! Говно, ну, серьезно. Это прямо ужасная херь была. Еще и причем перепробовали. Перепробовали, лучик не перепробовали. Дальше, седьмое, короче, шестое место. Странно, что вот обладая возможностью делать менее крепкое пиво и выиграть во вкусе от этого, они этим не воспользовались. Потому что это шлак. Самое некрепкое пиво. Оно пахнет картоном. Там, короче, там явно какие-то ошибки вот именно в производстве. Технологические, да. Это, короче, нет. Это мне не нравится. Это не то. Дальше, что это там? Белый медведь. Что сказать про белый медведь? А, вот они с мотором, кстати, похожи. Да, и вот отсюда начинается... Вот здесь вот прям херня. Вот тут поменьше херня. А вот здесь вот первые два места такие. Мотор не оправдал ожиданий. Ну, вот очень похожи на самом деле. Очень похожи по цвету, по вкусу похожи. И не очень хороши. Да, и все херня. Дальше охота. Охота в тройке лидеров. Охота крепкая. Люди рублем голосуют с умом. Люди рублем голосуют с умом. То есть не просто вот магию, я подчеркну этого пива, а не просто какая-то херю, лишь бы шары залить. Люди, возможно, мы с тобой просто не... Они это сделали до нас. Они перепробовали это все и выбрали... Положили жизнь на это. Положили жизнь и выбрали охоту. Потому что охота, это не Амстердам. Амстердам на втором месте, но он менее крепкий. Охота одно из самых крепких пив. 8,1, по-моему. Да, 8,1. А это 7. Амстердам очень 7, да. Понятно, что выбираешь самым дорогим Амстердам за 69 рублей и охотой за 55. Надо выбирать охоту, потому что она по печени так, что ты сдохнешь. И первое место внезапно... Сильное, мужики. Наши сибирики-довичи. 82 градуса. 82 градуса. Если вы хотите умереть молодым и прожить настоящую жизнь сибирского мужика, как бы сибирского сибиряка, то ищите... Вот у москвичей поди нет этого пива. В Москве и в Питере его поди нет, а у нас оно есть. И поэтому мы будем... Не будем, но мы все равно его не будем пить, но мы будем гордиться, что это как на столбы. Я туда не хожу. Но я горжусь, что они у нас есть. Но также я горжусь, что у вас есть лучшее крепкое пиво России. Продающийся, выпускающийся в городе Томске, продающийся в городе Красноярске. Но пить его я не буду, так же, как не буду пить ни одно из этих пив. В рот я их... Если честно. Очень солидарен. Все, что вы увидели сегодня в обзоре, плохо. Вот это все плохо. Это сверкал своим винирами Антон. Антон, это Василий. Всех любим, кроме некоторых... Колокольцы, соцсети. Да, подписывайтесь. Подписывайтесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok